Метель бурга на сотни вёрст в её пределы, а душу рвёт и тавит тело моя Сибирь. Привет, вас и Амигос. Что-то мне на этом моменте показалось, что графика хуже стала. Я даже полез в настройки, посмотрел. Вроде всё нормально, чё-то. Подождите-ка. А чё, мне не надо, поэтому надо прыгать, да? Рядом гробница. О, не, вот серьёзно, посмотрите, на выходе из пещеры, вот здесь, вот посмотрите, на эту чудовищную траву. Посмотрите, какая она. Вот это вообще не прорисовано, вот этот куст. Но это на него так свет падает, на самом деле, оказывается, что они выглядят двухмерно, только из-за того, что на них тут свет в тени не падает. То есть, настройки, вот как и были, точь-точь, там, максималки. Я только убрал зернистость и какой-то эффект, из-за которого при записи картинка сыпется. А так идёт игра вообще без лагов. Я рад, что ты всё ещё с нами. Захватчики рассредоточились по всей долине, но мы тесним их где только можем. Если помог... Да-да-да, пошёл ты жопа, где гробница-то? Гробница. Слушай, мы будем только рады. Вот там, что ли? Знаем, тебе можно доверять. Отвалите от меня, придурки. Ах ты, моя обезьяна. Что здесь? А, нихера, наоборот. Наоборот, вон там где-то. Блядь. А с этой стороны... А, ну здесь-то правильно. С высоты-то, чё бы не допрыгнуть. Так, эта херня ведёт в самый низ. А, ну так и гробница, наверное, в самый низу где ещё быть. Скали её, чтобы вырубали. Дожди-ка. Да, вон она, походу. А может, там медведь живёт. Тоже варик. За гробницей ещё, походу, у меня ни одна серия не начиналась, кстати. Это я удачно нашёл. Ах ты, пиздец. Я чё, блядь? Пошёл нахуй меня, блядь. Пошёл нахуй, сука, пидор, блядь. Гнойный. Ты посмотри, чё делает. Сгори нахуй заживо, тварь. Блядь. Сука. Гималайское вылюбище. Давай из ТТшникова нахуй, блядь, пристрелим скачками, скачками, нахуй надо. Блядь, как эти охотники его убивают. Я, твою мать, на нахуй лапой поеблу. Причём я уворачивался, блядь. Сука, Манус, ты что ли? Чё за нахуй? Давай я его из Калашникова заебеню. Вообще охуел, что ли? Чё за медведь такой, блядь? Медведь зомби нахер, столько пуль не выдерживает. Тут обычный. Блядь. Отступай. Отступай за родину, за Сталина. Как бежать-то, блядь? Трусцой, трусцой, нахуй отсюда. Где он, нахуй? Сука, мне нужна его шкура, блядь. О, у меня идея, давай я его разрывным уебу ему сейчас. Посмотрим, сука, как ему это... Не, у меня разрывной один, блядь, дожди-ка. А, я ещё могу сделать. Всё, мини, опиздати. Шварценеггер так хищника убил, а уж медведь это... Да ладно, ты чё? Да ёб твою мать, блядь, медвежья. И дура, блядь, ёб твою мать. Перевязку, перевязку, о. О, сука, косолапый, блядь, а. Живучий, нахуй, какого ху... Не, я в очередной раз... Убеждаюсь, что, блядь, я даже не знаю. Риана, пач... Риана, это прачит, блядь, какая-то странная бабёнка. Её папа, блядь, сказки охуенные сочинял. Что делает Риана? Риана, блядь, пишет сценарий. К играм, где надо убивать медведей, блядь. Оленей, нахуй. Сейчас, подождите, ещё часть выйдет. Там пингвинёнка убить заставят. Морского котика, блядь, на варежке там заебенись. Тупое говно, блядь, а. Пиздец. Жил медведь, никого не трогал, он почти. Нет, надо прийти ебануть. Хули он там? Хули он такой бесполезный сидит, никого не трогает, пользы не приносит, блядь. Да, супер, ну и игры стали делать. Нет бы доброе, светлое нести. Зомби там их убивать не жалко, эти там всякие, нахуй. Кто там эти? Дэдспейси там. Чё я сделал? А, я понял. Взрыв слишком слабый здесь. Надо мой могучий, этот, ледоруб применить. Мне нравится заскриптованность этих стен, которые вот ни в какую. От взрыва хоть ракетами стреляй, нихуя. Надо подойти и нажать кнопку действия. О! Чё тут вода какая-то, блядь, ужасная совсем. В том плане, что стрёмная какая-то. Жёлтая. Только кровавая, что ли. Нарисовано-то, может, и неплохо, хотя в танках на плойке четвёртый лучше. Столько вообще людей пишут в комментах, что их игру не дохвалили. В основном, конечно, тундру. Нормально, больше комментов, больше хайпа. Это у нас чё такое за ящик барахла. Чё оно зажигает свою палку, если светло? Вот дали на откуп автоматики включения фар в этой игре, блин. Ну, к чему это привело? Ух ты, чё это такое? Мне кажется, там какой-то унитаз, блядь, смывает. А, и это по времени. И вот по этой веточке мне предлагают идти, да? Ничего себе. Первая. Сейчас, надо тайминг задрочить. Вторая. Аттракциончик прям. А вниз упадёшь сразу ваншот, наверное. Там водоворонка. Водоворонка какая-то, блядь. Чё такое? А вот, назад. А он, походу, бессмертный стража монгольский. Тайный базовый лагерь? А шо значит базовый, не базовый? А, блядь. Крестик же не в том месте. Украшенный костью и самоцветами. Колчанным, как он тебе кажется, да? Чё она, блядь, увидела-то? О. Каким хуем ты это поняла, блядь? Каким хуем он выращивал рассаду в таком узком... Причём тут ремень? Я чё-то нихера не понимаю. Блядь, какая-то необъяснимая херня. Но лучше я не буду возникать, потому что, как в случае с медалькой, найдутся душные люди, которые пришлют мне, блядь, ссылку из какой-нибудь циклопедии и скажут, Что это вот реально, вот ты вот зря, вот это вот. А я такой, да, чуваки, мне же не пофигу. Что это там за вазочка, как она там помогала цветы выращивать. Это ж вся, вся суть игры в том, чтобы вот в этих артефактах должна быть по сути-то. Слара Крофт. А здесь... Ай. О, скорость натягивания. Скоростное натягивание, это хороший наук. А, это прострелы, наверное. Нет, это не очень. Скоростное натягивание колготок было бы, да. Ей бы пригодилось. Опа, блядь, смотри-ка. Опа, чутьё мне эта жопа-то... Чутьё-то мне жопа спасло. Вот кто бы увидел вот эту херню вообще. Вообще, чё будет, давайте посмотрим. А, чё? Ну так, блядь, знаешь, неинтересно. Куйня полная. Тут, блядь, моя бабушка успела бы отстреляться. Нет бы просто по скрипту башку-то снесло кровавым дождём. Да и нахер. Зачем эти шансы на выживание давать? Где хардкорность? Вещь простая, но искусность резьбы впечатляет. Вещь простая, из бивня мамонта знаешь, сколько она стоит? А чё это здесь, смотрите, всё-всё-всё. Есть безбородые, а есть прям вот как Бен Ладен бородатые. Безбородые один, всё. Но это бесполезно, она не требует осмотра, эта вещь. Это просто коллекционочка. Чё такое? Ну, а, понятно. Мой маломощный взрыв нужен. Нет. Поджечь что-то надо? Нет. Чё-чё-то надо с этим сделать-то, блядь. Доски, которые, блядь, не взрываются, это вообще чё-то нахер новое. Новое слово, блядь, в науке и технике Древнего Египта. Ну и Древней Руси. Реки переполнились трупами. Кровь детей наших залила долину. Уже неинтересно, блядь, ты почему так скучно читаешь? Кто тебе вообще платил? Реки переполнились трупами. Кровь детей наших залила долину. Мы ещё живы, но зачем? Наш город погребён. Наши сыновья убиты, дочери изнасилованы. Жить с этим, отвага или безумие? Погибшие хотя бы нашли покой. А когда его найдём мы? Аминь. Больше скорби в горле, блядь, в голосе. Ну и в горле тоже, соответственно. Там же люди померли, блядь. А ты читаешь, как будто там человек посрать сходил. Это же, ну, крик души чьей-то, ёпти. Риана прачит. Хули ты не контролируешь. Какая-то нахуй баня. Это гадёшник какой-то обосранный вообще. Так, ну вон я вижу. Что-то там можно привязать. Ааа. И как, блядь? А, я понял. А, она здесь нихуя не целится, да? А, и сразу уходит отсюда. Вот так вот они не дают, не дают загадочку пройти. Козлы. Ладно. Крокодила, я так понял, в этой игре всё равно не водятся. Цепляться тут некуда. Да она сейчас сама ёбница хули там. Её затопили намеренно? Кого? Баню? Полагаю, лодку можно передвинуть. Полагаю. Как бы туда проникнуть? Понятно, загадка с лодочкой. Ну, загадка с лодочкой-то это я могу. А с плотиками не очень. О, смотри-ка, трупы. Так, а туда мне на хрена? А там чё-то вон есть. Хитрая жопая. Чё, как перерезать-то? Потому что она ту сама отрежет. А, да. Я думал, что надо подойти и сделать движение ножом, как бы, да? Что тут обычно бывает на жёлтую кнопку. Но надо просто новую канатную стрелу. И выстрелить, тогда старая канатная стрела... И отваливается. Мэджик. Просто мэджик пипл. О! Вот это я, походу, хер угадал. И назад хуй вылезешь, да, теперь отсюда? Возможно, эта штука связана со сливом. Возможно. Но, сука, её не дёргать надо. Ой, не дёргать. Чё это такое? В дожде. Чё? Она ж покраснела. Ну, скажи, у тебя, блядь, стрела, а не гарпун, ёпта. О, как. Получилось. Чё, надо всё сливать? Чёрт. Не держится. Нужно как-то закрепить. Загадка на время. Вау. А так она... А так она будет держаться, да, конечно? Да. Да, а так она держится. Ха, кисть. Какой-то маломощненький механизм, надо сказать. Подожди, а чё дальше? Там решётка, там решётка. Там тоже отлив, что ли, случился, где лодка стояла? Да. Отлив тут случился, ебать. 100-500 отливов тут прям было. Чё-то я не очень понимаю. Там тоже какая-то загадочка, что ли? Две комнаты с загадками, тогда откроется третья, наверное, да? А вон там чё ещё есть? Это я вообще не знаю, чё там. Так, там чей-то труп грустит. Не, ну мне явно вот сюда. Не знаю, зачем лодка, правда, если бы тут хоть кто-нибудь за жопу хватал. Под водой. Я бы ещё понял, зачем здесь плавать. Ага. И чё с этим надо? А-а-а, так это выход. Вон, блядь. То, что я не мог сломать выстрелом из гранатомётницы, она... Ну, стрелой из гранаты, она руками сломала. Трупы детей наших разлагаться под лучами солнца. Но нам предстоит выкопать столько могил, а земля твёрдая. Зачем же нам отдыхать? Здесь, как и во многих других местах, больше никогда не раздастся смех. Весь мир мы превратили в гробницу. Пусть мёртвые покоятся с миром. Это наш последний долг перед ними. Это они про какой город хоть говорят? Какой город был трупами завален? Китти, что ли? Ушёл под воду, чтобы его как раз-таки не разграбили, насколько я помню. А, ну и они все померли, типа. И я сделал круг подсчёта. Отлично. И для чего? Простите. Некуда зацепиться рандомно. Чума. Чёрная. Бубонная. Карта. Ага. Лучше бы мне карту этой гробницы дали. А, это не гробницы. Это я в какой-то хуйне. Что-то вообще не понятно. Так это гробница или нет? Походу нет, да? Судя по карте, я что-то далеко как-то... Я вот пропустил тот момент, когда здесь пишут. Ура, вы чё-то там нашли. А, вон, вон. Это гробница. Вон там этот. Погоди-ка. А это чё? Эта стена кажется мне подозрительной. Ладно, придётся в трупном киселе поплавать, посмотреть, чё тут есть. Ещё одна какая-то херня. Такого же плана, да? Ещё слив. А лебёдки нету. Какой лебёдки-то? Куда привязывать? Ну, значит, на время, наверное, слив. Как правдоподобно, исчезает вода, не правда ли? Ещё слив. А лебёдки нету. Чё за нахуй? О, зеленок какой-то. И чего? Понять не могу, а чё меняется-то? А, бочки надо взорвать, что-то? Она так дышит, блядь. А-а-а, ёптвою мать. Здесь тоже не держится, да? Или что? Я же здесь воду спустил, она чё-то не очень-то спустилась. Я так смотрю. Иди-ка, а лебёдки нету. На лодке есть лебёдка. Может, надо сюда на лодке приплыть? Да, как её, блядь, пригвоздить-то, да? Да, дожди-ка. А вот там, если через вот это окошко. Ещё слив. А лебёдки нету. Блядь, она тут даже не ныряет. Ага. Понятно, да чё тут лодка, понятно. Ну что ж, не самая сложная заглядочка получается. Но цирка, как и большинство, не на сообразительность, а на внимательность. Если ты думаешь, что от тебя хотят чё-то сильно умного, да хуя, то ты ошибаешься, как правило. А вот здесь. Хотят. Сильно наблюдательного. Как бы лодку развернуть-то? Ну, ещё раз, ещё раз. Ещё много-много раз, и мы это сделаем. Конечно. Как у меня что-то стрелы кончаются. Ну, давай так попробуем, какая же по разнице. Там либо видно, я чё, бля, буду тут 20 минут стоять лодку разворачивать. Чё я, бля, больной, что? Ну чё, серьёзно делать нихер. Я так понимаю, что лодка опустится, да, и тогда я смогу её приключить. Значит, вода с коридором единый, да, поток. Да, вон он опускается. Значит, и лодка сейчас должна. Вот так вот, нах. Специалист по решению загадок разрулил эту херню. Правда, непонятно, почему нельзя выплыть. А-а-а, потому что я прав... Понятно. Ну да. Не, пойдёт, на самом деле, нормально. Где моя награда? Где мои печеньки? Блядь, эти гробницы, на самом деле, столько времени отнимают. Но это единственное интересное, что осталось от головоломок. Бедный несчастный Ларри Крофт. Хуяки таким поленом по башке прилетело. Ха-ха-ха. О-о-о, Камасутра. Древняя. Древняя рукопись. Ну да, рукопись. Это трактат по скалолазанию. По членолазанию, там, трактат, блядь. Железная хватка ускоряется лазание по скалинным длинным поверхностям. Серьёзно, блядь. Она и так, вроде, лазила быстро, учитывая, что можно просто прыгать и хвататься, прыгать и хвататься, прыгать и хвататься. А теперь, видимо, ещё длиннее. Так, подожди. А как выбраться отсюда? Опять затопить, что ли? Походу, да. А, подожди, там стрелы где-то стояли же. Под водой. Чё же за захоронение-то такое в воде? Не по-братски. Это какая-то не по-братская могила, ёпкин. Ты чё её не пригвоздила-то? Ну-ка, поплыли, ёптэть. Давай. Нет? А, здесь, блядь, здесь выход нормальный. Ну, то есть, вернуть всё как было, она по-любому не хочет. Разворовала, из-заебись. Чё, я какой-нибудь... Чё-нибудь получил хоть? Оружие могу сделать. Лук опять, да? Лук огонь теперь вообще просто, а, гниво. Жаль, я им не пользуюсь практически. Ну, в боях-то нахер он нужен натягиваешься, блядь. Если можно просто из пистолета в щи раздавать, зачем этот лук натягивает, чё-то, блядь, пуляет. Что так, маншот, что так, маншот. Вообще, я мог бы быстро телепортнуться от костра, если бы, блядь, вспомнил про эту функцию выгодную. Но так, зато ракурс на её серёдыш вообще идеальный. Ну, ух, приседает, наверное, да? Слушай, интересно, получается, медведя можно было обойти. Кто сказал, что его убивать надо? Как кто, блядь, я? Оленёнок тоже может жить хотел. Ха-ха-ха. Так, и... Чего? Ага. А, мне и вниз, и надо было. Чего-то нихрой не понял. Суть этого маршрута движения. О, заяц. Зайца вальнуть. Не, заяца хоть догонишь, наверное. О, ещё один. Чего-то у вас тут, блядь, ребята. Чего-то задумали косые. Где? Ушёл. Заяц ушёл. Мне надо по канатной дороге проехать? Нет, это обратная дорога. Мне нахрен по ней ездить не надо. Мне пока вперёд. Ну, чё у неё, блядь, время спринта ограниченное, что ли? Фаервотч этот, вон, лесорух спринтовал сколько надо. Он вообще ни разу не спецназовец. О, чё это не делает? Последний путь. А, могила. Кто повер, пацаны? Что-то музыкант как-то тихо играет. Я даже не слышу его дудочку. И она тоже голову склонила. Такая скорбь мне ебаться. А можно их, интересно, уебашить всех? Нахера не нужна. Да им похуй, вообще. Тут вообще всем всё равно, что я трачу на них свои боеприпасы. Не хотят дохнуть и всё. Чё, какие-то два дармоеда, блядь, опёздала. Чё там, воду какую-то собрала или чё это? А, или масло, наверное. Так, ну, этого я был недавно. А, чё такое? Ну, блядь, вот, сука, не сломается же. Не сломалось-то, смотри. Рукоять древнего кинжала. Больше похоже на кость. Берцовую. Клинка давно нет, но это похоже на бедренную кость. Скорее всего, человеческую. Вероятно, это какой-то ритуальный объект. А, то есть ты сначала думал, что это рукоять и кинжал, а потом допёрло, что это кость. А, я-то думал, будет вопрос такой, что это кость. Нахуя она была нужна? Потому что вот сюда ты кинжал, ну, хоть ты обосрись, я думаю, не вставишь. Непонятно, как она была, может, обломилась как-то вообще не хватит. Иона! Кто? А! Ужасно выглядишь. Да, точно рад тебе. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара, Софья, рада тебя видеть. Яков дожидается тебя в обсерватории. Вообще, это обсерватория такая? А, ну да, правильно. Оттуда небо лучше видно. Древним этого было достаточно. Чё это такое? Держи, Этсо. Ты всё-таки его нашла? Строители Китти же были искусными мастерами. Да, Мойша, держи свой Дрейдл. Здесь они сверялись с Атласом. Вот. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. Теперь у меня есть чёрный слуга, и самому, самой тянуть за всякие цепи не обязательно. Чё, Яков, тоже хочешь такого себе завести? Знаю, одно место, где мандинга можно купить незадорого. Чё это такое? Охуеть конструкция. Ну и нахер такие сложности. Ни один древний, блядь, народ такой хуйней бы не стал страдать. Они бы на бумажке, блядь, говном на бумажке начертили, да и нахер. Значит, центр города находится в центре, блядь, города. Что-то тут не так. Собор, в котором находился Атлас. Он был не на той стороне карты. Поворачивай. Стоп. Вот оно. Читишь. Не под озером. Он под ледником. Наверное, святой источник там. Так напоминает фильм «Сокровище нации», что я прям... Прямо в ахуе. Риана Прачет молодец. Спизданула сценарий, да и нахуй. Премию ещё дали. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китиш должен быть... Здесь. Вход в Китиш находится... Здесь. Слушай, а тебе эти чёрточки или не о чём-нибудь говорят вообще здесь? Ты знал. Я слышу какие-то выстрелы, как глушителю. Это она! Убейте её! Лара! Держи руку! Да. Со спины нападали тебе. Спорим, его не застрелят. Чё я, дура, блядь, в рабство за тобой идти? Бейся, Иона, на арене, и тебе даруют свободу. Лара. Блядь. Я, на самом деле, включил вертикальную синхронизацию, но, поверьте, она ни хера, я, по-моему, не работает. У меня такие полосы по экрану сейчас ходят. Нам надо поспешить. Троица скоро поймёт, где находится источник. Слушай, а когда ему успели поебалу-то надавать, я чё-то не понял. Чё он такой отпизженный опять? Он в камере сидел точно такой же. Я чё-то не понял. Они высадились в этот храм, спиздили у нас негра, и что? Я понимаю, что для нас это потеря, а им-то он нахуя нужен. Зачем им негр, который вообще, блядь, только пришёл? Они его даже не видели, они о нём вообще ничего не знают, они его забрали и счастливы. Блядь. Если Иона ещё жив, то его наверняка держат в бывшем советском лагере. Она... Как бы мне не прийтила сама мысль туда возвращаться, я не могу оставить Иона Растерзании Троицы. Да ладно, они бы убили чёрного шайтана сразу. А они же религиозные фанатики. А, и загрузка после заставки. Понял. Да, но у меня перхоти, да хуя просто в голове. Что над лагерем? Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалёку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Да нахуй мне ваши каменные топоры, блядь. Дикари не бучи. У меня свой лук есть. Зачем мне ваш бумеранг, господи? Какой они ещё могли склад с оружием устроить? Откуда у дикарей? Плевательные трубочки, наверное. С бумажками, знаете, такие. Широкие верхолазные стрелы. Выстреливайте стрелами для лазания в мягкую древесину, чтобы... Мне нравится, что эта игра становится альтернативной заменой Принцу Персии. Попутно. Лара. А, я понял, это песня. Лара, 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 Рара, ответь. Когда я видел тебя в последний раз. Ты была, чёрт, Лара, Лара, нахуй я ты, чёрт, Лара. Вот только попробуй мне умереть. После той лавины был только сигнал. И, чёрт меня, дери, голос твой я услыхал. Никаких сомнений, я уверен, что ты цела. По крайней мере, после лавины, ла-ла-ла, Лара, Лара. Пошёл нахуй со своими, блядь, писюльками. Заебали эти, блядь, текстовые файлы здесь. Просто отстой. Риана Прачерд, овца. О, интересно, нихуя себе, зачем огнетушитель возить снаружи. Пусть мёрзнет. А, тут и канистра. Ну ладно, понятно. Тачка маленькая, места нету, как бы здесь нигде. Видите? Ну он же военный, чай не спиздят. На карте отмечены ещё документы и фрески. Я тоже, мне их прямо вот мало было. Так, где мои вертолазные стрелы? А, блядь. Мамку делал. Слушай, мне надо стрелы изготовить. У меня сейчас стрелы кончатся. Они захватили и он, и Атлас. Господи, зачем он пошёл за мной? Но если бы я не отдала им Атлас, его бы убили. И меня тоже. Всё ещё есть надежда, что они держат его где-то живым. Я должна его вызволить. Я не позволю, чтобы он здесь погиб. Только не из-за меня. Я этого не допущу. Держи Сиона, я найду тебя. И горло перережу, ёпта. И где хочешь, ты найду? Всё. Нихуя такие стрелы, как у этого, у чёрного рыцаря с Дарк Соулса, блядь. Который копьями стрелял. Так, ну и чё? Ты ебанутая, господи, блядь. Типа, и чё? Ничего из них, блядь. Лесенку построить, что ли? Как туда? А-а-а. Опа. Опа. Срослась. И то, и это. Снова пропаганда. Группа, что ли? Вечная слава. То же самое, да, написано? Героям, которые... Боролись за свободу и независимость Советского Союза. Да, пропаганда ебаная в натуре. Хуйня какая-то. Как можно, блядь, считать пропагандой? Вообще всё, блядь, здесь всё, видимо, где есть звезда, блядь. И какие-нибудь слова написаны? Всё, пропаганда кончена. Это какая-то, я не знаю, я бы сказал, что это, типа, памятный барельеф. Слава людям, которые боролись за идею. Какая тебе разница, нравилась тебе эта идея или нет? Пропаганда. Так, а... Ага. Ага. У меня же теперь навык, что я проще лазю по стенам. Быстро-быстро. Ну, как? Я бы не сказал, что это сильно заметно, что она быстрее стала лазить. Но я поверю, что стала. Но если бы я бежал бегом здесь по ступенькам, я бы добежал быстрее, по-моему, всё-таки. Чё, врагов нету? Чё-то давно я не видел чувака, у которого магазин. А вот я у него как раз и есть. Чувак, я денег тебе принёс. Братишка, покушать принёс. Эй, с возвращением. Больше золота, больше снаряжения. Нас вроде пока не засекли, но... Постарайся не светиться, ладно? Слышь, Борис, блядь. Продай револьвер-то, ёпта. А, надо здесь походить. А чё такое? Пистолетный глушитель. Какой ты мерзнешь, ты в тёплом. Жумар, зажим для верёвки. Позовет быстро подниматься по верёвке, удерживая. О, вот это классно. Блядь, не та кнопка дура. Чё, чё? А, у меня не хватает? А, хватает, надо подержать. Опа, прикрысили. Нахуй мне пистолет для глушителя, если у меня... Ну, глушитель для пистолета, если у меня есть лук, который вообще тихо стреляет изначально. Лазерный прицел, кот, для винтовки. Костюм диверсанта. Блядь. Ну и цены на костюм диверсанта. А тонкий инструмент стоит вообще без... О-о-о-о. Армейская винтовка. Я так понимаю, что... Слышишь, я, блядь, миллион гробниц разграбил, у меня всё равно денег на это всё нету. Я в ахуе просто. Какой, блядь, идиосство. Это, наверное, для предзаказников, которым, наверное, там в комплект монеток наложили. Я рассказывал тебе о матери, Лара. Но пока она была с нами, она тебя обожала. Мы втроём были так счастливы. А когда её не стало, моё сердце разбилось и разбито до сих пор. Надеюсь, когда-нибудь я найду ответы, которые уймут эту боль. Для меня уже слишком поздно, а другим может пригодиться. Ну вот я раскис. Не надо было пить на ночь. Спи спокойно, моя милая. Всё было из-за неё. Ну вот я обоссался, не надо было пить на ночь. Те вопросы в жизни, на которые ты хотел найти ответы. Или это был только предлог? Может, я слишком сильно напоминала тебе её? Господи, Лара, ты разговариваешь с умершим, а друг мой умерший. Это один из... Сука. Это один из диалогов, за которые Риана Плорачит и отхватила премию писателей. Правда здорово. Всё, короче, думаю, что на этом можно закончить. Так что чём жмите, чём пишите. Не хочу я её часами писать. Она не настолько, по-моему, интересна, чтобы... Чтобы люди могли большие куски этой игры осиливать. Так, посидели, чай попили. Такие, ай, понятно, нахуй пойдём. Пойдём отсюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...